Особое недовольство главы региона вызвали те факты, что на протяжении полутора часов после возникновения конфликта, разгоравшегося с каждой минутой, в полицию не поступило ни одного звонка происшествия. И заведение, не первый год работающее в городе, не находилось ни под каким контролем правоохранительных органов. Развитие конфликта происходило в центре города во времени более полутора часов, и, к сожалению, оставалось никем не замеченным и без соответствующей реакции. В приемную губернатора сообщение поступило после двух часов ночи. Глава администрации района и города, как выяснилось, проинформированы по данному факту не были. Следует констатировать, что меры по наведению порядка насилия запоздалый характер, и по этой причине задержать зачинщиков и участников дракой по горячим следам не представилось возможным. Исходя из этого, губернатор потребовал от районных властей не только впредь работать оперативно, но и стараться предвидеть возможные ситуации, тем самым заранее предотвращая повторение подобных происшествий. Нам нужно вырабатывать механизм поведения, взаимоотношения между собой. И вот то, что произошло в Дядьково, никуда, как говорится, мы от этого-то сказать не уйдем. Но реакции, уважаемые коллеги, это касается всех абсолютно структур. Они должны быть незамедлительные, и каждый должен понимать, кто что сделал, отвечать за содеянное придется. Мотив преступления установлен по оценке правоохранительных органов. Причиной массовой драки стала бытовая ссора. Сейчас по делу ведется следствие, идут служебные проверки, стражи порядка выясняют у задержанных детали происшествия. Конфликт произошел в ночь на воскресенье, недалеко от проходных Дядьковского хрустального завода. В массовой драке участвовали 30 человек. В результате один из участников оказался ранен из травматического оружия, у двоих ножевые ранения. Еще двое получили телесные повреждения разной степени тяжести. Екатерина Зодина, Владимир Сидоров, События, Брянск.